Увидел такую публикацию, она, наверное, отражает отношения в современном обществе, капитализма, что выживает сильнейший. Почему мир несправедлив, по твоему мнению? Вот как вы думаете? И вот такая жесткая точка зрения на отношения в обществе. Но нужно ее тоже понять. Почему мир несправедлив? А почему вдруг должно быть по-твоему? Когда первооткрыватели захотели, они действовали. Когда миллионеры захотели, они действовали. Когда ученые захотели, они действовали. Когда олигархи захотели, они действовали. Когда фармкомпании захотели, они действовали. Когда депутаты-чиновники захотели, они действовали. Теперь у них есть свой бизнес, свои органы самоорганизации, свои политические силы, свои средства массовой информации, свои армии, свои страны, своя собственность, свои рабы. Они все свое создали себе сами. Ну то есть это инициатива, как в первобытном обществе, выживает сильнейший. А что есть у тебя свое? Что ты сделал, кроме того, что захотел? Ничего. Поэтому ты выбираешь из их партий, из их услуг, из их изобретений, ты лишь выбираешь из предложенного ими, из того, что ими создано, а не тобой. Тебя это устраивает и их это устраивает. Поэтому не ожидай, что будет по-твоему. Ты никто и твое мнение никого не интересует. Потребитель нужен, чтобы потреблял. Вот и потребляй, молча, заткнув рот тряпкой и воткнув иглу в плечо. И рассуждай дальше с умным видом, что имеешь право, что мир несправедлив и что у тебя есть сто или пятьсот причин, почему ты не делаешь, почему не ты и вообще почему. Это не твой мир, ты раб, что заслуживаешь, что и получаешь. Довольно-таки жестокая точка зрения, но мы вернулись к дикому капитализму, который сами и захотели. Захотели сто сортов колбасы и много джинсов, чтобы было. Но мы их имеем. Только колбаса, конечно, та некачественная, она сокращает вашу жизнь. Но какой из этого выход? Для наших народов, наверное, в своей истории, в славянстве, вот видите, слева структура атома, справа древний славяна, славянский символ, звезда Руси, смотри не перепутай. Как все было раньше, тоже видите, от мироздания были знания. Но это вот как само православие, откуда слово пошло, что забрали у древних славян, у их веры, вот это слово приватизировали. Палестинцы. У нас у всех эгрегор есть, и когда все люди начинают вместе думать, то, соответственно, эти желания сбываются. Сейчас наш эгрегор через палестинскую веру направлен оттуда. То есть это все логически и физически объяснимо, потому что мысль материальна, когда она у коллектива. Но к своему вернуться вам сейчас не дадут. Вот средства массовой информации, это невыгодно, потому что будет рушиться ихняя система. Вот так вот все должно быть. У каждого должен быть свой гектар земли, родовой участок, поместье, семья. Праздники должны старые возвращаться, которые соответствовали временам года. Ну что тут? Нам этого всего не дадут сделать. Эта гонка бесконечна за заработком, потому что всем надо заплатить за коммунальные услуги. И будем бегать, бегать, бегать по кругу бесконечно. Ну напишите в комментариях, как вы думаете пробудить людей. Просто я вот YouTube канал введу. Я вижу, что видео, которые на общественно-политические темы, они очень мало просмотров набирают. Людям это не нужно просто. Тут есть плейлист общества. Политика и общество плейлист. Но есть и про домашних животных, и про это. Но тут факт, что людей интересует зрелище. Хлеба и зрелища. А вот такой все общественная жизнь нет. Неужели мы вот так вот все образованные люди пришли к этому? К этой гонке, к потреблению? И самое интересное, что даже те, кто думает, что он богатый, они в той же самой ловушке покупают дорогую пищу, как они считают. Дорогую колбасу, сосиски, сливочное масло в кавычках и все остальное. А там та же химия. Дальше обращаются к медицине, относят туда деньги и проживают свои 60-65 лет. Вот и все. Когда они хотят жить по природным законам. Тут и есть плейлист питания. Там есть видео, как прожить до 150 лет простому человеку. Если хотите, посмотрите.